Все четче и четче, и понятнее, и понятнее становится вот это разграничение нашего мира, нашей цивилизации, как угодно ее называть, русской, ограниченной границами Российской империи, или Советского Союза, или там просто России. Это по-разному можно к этому подходить, по-разному называть. Жалко, что этому еще не придумано название, потому что кто-то говорит русский мир, это тоже не совсем точно, потому что есть еще казахи, которые там за нас, есть масса других людей, есть необязательно православные люди, которые тоже за нашу цивилизацию стоят, которые против, допустим, деградирующей Европы. О деградации, я говорю о деградации, не о деградации материалистической, материальной, а о деградации духовной жизни, ее там практически не осталось. Вот. У меня вот супруга сейчас ездила туда, она говорит, да я полностью согласен, в Испании. Она говорит, там все полностью, полностью живут абсолютно материальным миром. Мы скорее все-таки Восток, но мы, и европейские ценности нам очень близки, очень близки. Все наши, вся наша литература, поэзия, музыка, это все европейская поэзия, европейская музыка. Вот. Это не, ну, это явно не Китай, это сто процентов. То есть, тут уж граница есть, но по сути той, которая сейчас, так сказать, с Европой происходит и вообще с западным миром, это полностью, скажем, установка на развитие исключительно технологическое. То есть, это техногенный мир. То есть, фактически, мы такой, Иванушка-дурачок борется с остальным роботом, этим компьютеризированным. Вот какой-то такой образ.